Здравствуйте! Меня зовут Филимонов Борис и это Видео Вынос. Наша программа о превратностях судьбы, различных случайностях и даже о животных. В общем, обо всем том, что иногда попадает на видео, а потом оказывается в интернете. Начинаем! Старость – это прежде всего состояние души. Я думаю, практически каждый из вас видел этих 30-летних ребят, которые в душе уже давным-давно закончены истрики. Видели вы и 70-летних дедушек, любой из которых даст фору этой 30-летней рухляте. Видели вы и бабушек, которые носятся по метро со скоростью, как будто бы у них за спиной закреплен ракетный ранец из последней части Джеймса Бонда. А как только они видят какого-нибудь щупленького студента, вот тут действительно начинается полнейший и форменный ад. В общем, выгодная вещь – это старость. Только вот для некий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое видео. Мне кажется, как иногда вот говорят, там, знаете ли вы, чем занимаются ваши дети, а в данном случае, знаете ли вы, чем занимаются ваши дедушки и бабушки, да? Такие люди, конечно же, источник оптимизма. Правильно. Просто респект. И два красных носка вместо одного черного и одного красного, да? Абсолютно верно. Нет, дедушки зажгли, молодцы. Не хватает только бабушек, не менее активных. Может быть, это какие-то странные дедушки? Возможно, но дай бог каждому нашему пенсионеру вот так вот сохранять такой оптимизм, бодрость духа и тела. На самом деле было похоже на какую-то школу шотландских танцев таких, современных, в стиле джамп, что-то такое. Ну, это, по-моему, шафл вообще был какой-то. Ну, возможно, возможно. Там, я вижу, и новички были, и такие уже профессиональные, которые там и по одежде прямо так все. Молодцы бабушки, у которых такие дедушки. Очень понравилось. Просто чувство такта, танцы, и причем, надо заметить, лет по 60, наверное, да? Может быть, даже больше. Может быть, даже больше. А как ворвался парень? Я надеюсь, это они, как бы, естественные, как бы, это у них было. А ты думаешь, это кто-то дергал за веревочки? Нет, ну, может быть, там они лекарства перепутали, там, может, тоже, как варианты. То есть, понесло сна по здесь. Да, как бабушка. Да, внук пришел как раз, он там две ночи где-то веселился, и бабушка говорит, надо дедушке пойти дать таблетку. Какую? Синюю. А вон там синие всякие развалины. Кстати, да. Они танцевали без эмоций, вы заметили? Без эмоций вообще, кстати. Да. Движения были четкие, оточенные, но без эмоций. «Человек и кошка» – песня о настоящем индейце. И эти композиции знакомы даже тем, кто ни разу в своей жизни не слышал о группе «Ноль». Основатель этой группы Федор Чистяков. Давным-давно его музой была некая Ирина Линник. И в 2010 году на даче этой уже 51-летней Ирины собрали просто рекордный урожай конопли. Более 1200 кустов. Кстати, давным-давно, когда она еще была молода и прекрасна, наверное, даже больше, чем сейчас, в тусовке ее называли не иначе, как «та ведьма». Следующее видео о ней. Ну дайте дозреть-то, я же за 7 недели среку в вашем государстве. Ну что вы, рыбки? Пускай дозреют. Вот через 2 недели, вернее же будет. Хватит! Ну хватит! Ну оставьте хоть что-то. Ребята, оставьте хоть что-то. Ну не надо. Ну, ребята! Причем, бывают некоторые для чужого добра жадные, вот что я могу отметить. Какой остаток, пришли, заезжайте в мой оборот. Ну такие, ну показывай корочки, бумажки свои доставай, давай показывай. Все нормально там. Не трогай, хватит! Хватит, оставь, оставь, оставь дозреть, оставь! Оставь дозреть, оставь! Успокойся. Оставь дозреть! Оставь хоть что-то! Оставь дозреть, пусти, оставь! Все, успокойся, все, успокойся! Пусти, а! Все, успокойся! Оставь дозреть, ребята! Все, чего? Ненавижу! Охрен, вдохнешь! Ненавижу! Вот так вот, криминальная Россия практически у нас. Что вы думаете по поводу такой трагедии? Согласен, это действительно трагедия. И под, скажем так, внешним видом немножко такого смешного, ироничного немножко видео. На самом деле, это тот случай, именно когда смех и грех. Ну, это жутко. Не трогай, хватит! Все, хватит, оставь! Оставь дозреть, оставь! Оставь дозреть, оставь! Я думаю, что таких огородов в России предостаточно. Это был как один из примеров. Вот, и, видимо, это одна из представителей российского ростаманского движения. Просто обычный садовод, женщина-садовод. Ну, да, у которой вот такой вот огородик забавный. Сеяло помидоры, а вот что выросло. Действительно, очень волнуются. Все лето выращивал, а тут все время урожай собирают. Нехорошо. Дозреть не дают. Вообще, прям ужас. Когда зреют? Вот через две недели б***ь. Ну, вообще, конечно, печальное зрелище. И немного неприятно смотреть, особенно в контрасте с танцующими детками. И после вот этих вот английских или шантландских позитивных дедулек мы видим вот эту вот опустившуюся, укуренную женщину. Для чего же бывают некоторые, для чужого добра жадные. Вот что я могу отметить. Ну, я думаю, что это не характерный персонаж женщин этого поколения. Это да. Абсолютно. И это счастье, на самом деле. Мы знаем много достойных женщин такого возраста. Сколько она сказала? 51 год. Ну, в общем, это такое, я бы сказала, недоразумение, ошибка такая своего поколения. Ну, да, конечно. Хотелось бы закончить на позитиве. Но как она? Это наша грустная баллада. Вот. Было видно, что не все женщины все-таки по назначению в домашней утваре хранят надлежащие им продукты. Вместо лапши иногда может лежать и не лапша. Пусти, а? Все, успокойся. Оставьте кое-что, ребят. Спокойся. Ненавижу. Тише, отдохнешь. Ненавижу. Что только люди не придумывают, чтобы не опоздать на важную встречу, не проспать работу, чтобы вовремя попасть в институт. Кто-то заводит по нескольку будильников подряд, кто-то просит уже давным-давно потерявшуюся в лабиринтах склероза бабушку, чтобы она позвонила ему поутру. Но я думаю, всех этих великолепных людей, которые как-то пытаются найти способ вовремя проснуться, обошла одна единственная собака. Позитивно. Собака залипла, такой же честь. Просто я в шоке. Я в шоке. А она-то в каком шоке была, представляешь? Вала проснулась, наконец-то. Кто ранил меня наглую воду, да? Жесть, жестко, жестоко все. Жестко. Я думаю, здесь все намного добрее. Я представляю, так идешь с утра на работу или на учебу, там институт заснул. А там лужа. Лужа, да. Ну, такое нормальное утреннее пробуждение. Спасибо лужа, а то бы я уснул на дороге здесь. Да, конечно же, жесткое видео. Жесткое тоже? Да, ну, по-моему, это немножечко все-таки жестковато. А еще, может быть, у нее, как и у людей, если провести параллель, реально куча проблем. Ее потерял хозяин. Рассталась или расстался с любимой или с любимым. Ну, вот. Не спал. Голодный. И вот. Счета за квартиру не оплачены. Счета за квартиру не оплачены. Кстати, вот если посмотреть, как бывает. Вот эта собака, да, она могла бы находиться в более выгодном положении, допустим, дома у хозяина на теплой простыне, но, к сожалению, удача не всем улыбается. Кому-то, наверное, она улыбается более ярко, чем этой бедной собачке. Кэти Перри, певица с большой буквы, миллиард поклонников, синглы в топах самых великолепных мировых чартов. И даже фанаты короля и шута, которые тайком дома на минимальной громкости слушают ее великолепные, совсем не роковые песни. И тут вдруг с ней произошла такая оказия. Счета за мной! Кэти Перри, певица с 들고, планирую в спиральме, sync mattRediş니 Tod меня, sweet, холод и жмолод. Кэти Перри, трётим! Вот так вот называется «Лучше ходить на концерты Аллы Борисовны Пугачевой». Там, а вот все по-настоящему хотя бы. Я на самом деле не представляю этот момент эмоций вообще артиста, когда действительно ты там поешь под фонограмму, там вроде все удачно, хорошо у тебя получается, тебе там все хлопают, у тебя там такие эмоции. И тут такая оплошность просто небольшая, которая все на корню перерубает. Я не знаю, мне кажется, я не представляю это состояние. Ну, на самом деле, было бы что перерубать на корню. Я так поняла, что она пела вживую и, если честно, немного режет слух, как она поет. А как она играет? Да, то есть, я не знаю, так, наверное, можно только в компаниях, изрядно выпивши, вот в караоке где-нибудь с друзьями, вот так петь. Может быть, у нее на концерт как раз такая публика? Возможно. Ну, печально, что это становится трендом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот в такие минуты и с сочувствием, и с неким злорадством относишься к таким исполнителям, когда... А какое злорадство? Она просто молодец, она даже в падении не потерял голоса. Ей можно на тарзанке прыгать и петь, допустим, на концертах. Ну да. Вниз головой там как-нибудь, крутясь в аппарате для космонавтов, где угодно, она вообще не собьется никогда. Да, ребёнок этот завис на неделю в таком состоянии. Ребёнок вообще не ожидал, смотрел на шарик, а здесь говорит, тётя падает, что-то ещё там происходит. Тётя какая-то подошла, да. Полуоголённая, да, акробатка и поёт. Всё возможно. В нашем шоу-бизнесе всё возможно. Да, просто некоторые пришли на агитацию КПРФ, а там такие номера. Просто, как сейчас правильно было подмечено, она красиво это всё сделала, как будто действительно так было задумано. И сейчас повторю фразу Задорнова. В очередной раз меня берёт гордость за свою нацию. То есть Кэти Перри прокололась, а наша Натали вышла с честью. Да, ещё как вышла. Прокатилась пару раз через голову и вышла с честью. Вообще не ошибается тот, кто ничего не делает. Напомните, пожалуйста, как зовут солиста Металлики. Вот даже у такой грандиозной группы был случай, когда его опалили практически целиком. И он из колеи вышел где-то на полгода из-за вот этих ожогов. Так что во всём мире есть такие казусы. И, наверное, у каждой профессии есть такие казусы. В принципе, для таких вот, скорее всего, провинциальных городков даже увидеть катающуюся кубарем Натали, это уже как бы случай, событие. Ну, ты сравнила сейчас Металлику и Наталику. Нет. Ну, вот я не хочу проводить параллели. Ещё вспомнила случай из истории группы Продиджи. О, Металлика, Продиджи, Натали. Нет, я не хочу проводить параллели, просто я хотела сказать, что Натали ещё легко отделалась. Как-то раз, ну, привычно так, что на концерте с разбегом музыкант может прыгать в толпу, и толпа должна его удержать. Вот как-то раз Кит Флинт прыгнул в толпу, и толпа неожиданно для всех раступилась. То есть ему досталось гораздо больше, чем Натали. Я теперь понимаю, почему наши звёзды и те, которые выступают на концертах, в принципе, никогда не прыгают в толпу. А почему всё и хлорить никто не будет? Американский футбол. Самая толстая нация в мире просто очень сильно его любит. Нет ничего для них прекрасней, чем дома обложиться гамбургерами, всяческим сырным соусом, и смотреть, как одна команда здоровых мужиков вышибает дух из другой команды здоровых мужиков. Сегодня мы посмотрим их любимое времяпрепровождение, точнее, небольшой фрагмент из него. Самый лучший тачдаун 2011 года в исполнении Джерома Симпсона. Продолжение следует... Я представила себе, вот если этот чемпионат шёл в прямом эфире, да, и его семья, его друзья сидели возле телевизоров. Представьте, какой у них неописуемый восторг. То есть если бы мой там муж, парень или отец вот такой сделал, я бы вообще... Я бы просто обещала от удовольствия. А представляешь, твой муж, а ты вот просто не смотришь за ним, и он в это время сейчас не на чемпионате, а просто дома, так нечего делать, через кота так хоп, а ты не знаешь, что он так может. Ну, ради бога, лишь бы не пил. Один фермер из штата Мэриленд не знал, чем бы занять своё свободное время. Он долго думал и гадал, и, собственно говоря, решил построить мост для своих любимых пос. Вот такое видео обычного фермера и его козлячий мост. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, вот когда я смотрю это видео, мне всегда, знаешь, почему-то приходит вот... Может хорошо, может плохо, всегда сколково-сколково в голове. Там тоже изобретение, технологии. Нанотехнологии. Нанотехнологии, в конце концов. Андроидный коллайдер, построенный в мире. Да-да-да, не зря, не зря определенно. 12-й коллайдер. Ну, да, можно сравнить. Следующее изобретение – козлиный самолет какой-нибудь. Точно. Или, возможно, там своим козам забабахает вообще Диснейленд какой-нибудь. Представляете, они крутиться там будут, отдыхать, там по горкам лазить все это. Причем, допустим, из 10... А потом он может на этом бизнес сделать. Первый в мире козлячий бизнес. Ну что ж, на этом все. С вами был я, Филимонов Борис. Это был Видеовынос. Заходите к нам на сайт, присылайте свое видео, будет что обсудить. И не забывайте, в интернете видео никогда не закончится. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.